давайте под конец мы разберем парочку довольно стандартных тем но было бы странно их не затронуть особенно особенно в контексте что я говорю про линейное программирование к примеру торжества симплекс метода торжества это торжество гладкого анализа вот на над симплекс методом как раз и сейчас мы будем говорить про линейное программирование если вы о нем слышали то слово программирование не имеет никакого отношения настоящего программирования и использовалась для описания по какой-то странной причине да все равно выбор слов странноватый да значит кто знаешь такое линейное программирование все знают что нас собрались что я буду рассказывать сразу так без так давайте давайте разберемся кто умеет решать с от кавер линейным программированием отлично ты умеешь да так бумажки это были а кто знает меня то липсоидов хорошо тогда мы так а так задачка с от кавер одна из первых задач из списка карпа очень это полная очень трудно и так у вас дано данное множество с 1 с к и вам дан юниверс ю соответственно объединение множество x1 трата xn так каждый с этой это подмножество юниверс кто может угадать чем задача состоит стоит задача да нужно покрыть у то есть вопрос какое нужно найти найти значит и давайте вот эти ски назовем их с красивая красиво меня не очень получается на с не очень красиво найти т подмножество это красиво такие что найти значит размер т минимален и и объединение s по s в т дает весь юниверс а а а а а к а полиномиально полиномиальный поин так но значит по полной решать мы ее не умеем давайте решать ее приближенно раз уж это то что мы умеем а давайте сначала запишем ее в качестве виде линейного программирования а 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 Продолжение следует... 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 Плохая идея. Не очень далекая от правильной, но плохая идея. Почему округление будет так себе? Наверняка можно быстро поставить пример, где округление будет очень-очень плохо. Например, да. Представить идею лучше. Округление, на самом деле, проблема в том, что пример может сломать неравенство, да? Да. Нам нужно именно выбрать точку внутри. Давайте что-нибудь взял, типа армируем. Так, давайте вспомним, какая у нас тема курса. Что мы будем делать? Делаем что-нибудь случайное. Давайте сделаем что-нибудь случайное. Что можно сделать случайное? У вас есть числа от нуля до единицы. Что-то должно проситься просто на ум. Ну, все вероятности. Да, числа от нуля до единицы – это практически готовые вероятности. А давайте мы превратим АС и Т в единицу с probability АС и Т и 0 с вероятностью 1 минус probability. Давайте подумаем, почему это хорошая идея. Не то, чтобы идеальная идея, но хорошая идея. Давайте посмотрим на какой-нибудь элемент. Возьмем какой-нибудь элемент Е. Какие шансы, что мы его покрыли? Ну, что мы знаем? Ну, смотрите. У нас есть единственный. Что мы знаем? Мы знаем про элемент Е. Мы знаем, что вот это выполнено. Для А-шек выполнено вот это. Вероятность в нем произведения всех АС-питов таких, что этот элемент входит чуть-чуть. Значит, давайте посчитаем скорее на обратную. Давайте посчитаем вероятность того, что он не покрыт. Один минус… Так, один минус что? Произведение по всем С, на том, что Е содержит в С, что один минус АС. Да, значит, это будет один минус. Есть вероятность того, что пробовали те, что Е… Что Е не покрыт. Так, равно чему? Это будет произведение по всем С. Такие, что Е содержит С. Один минус С. Так, что мы с этим делать дальше? И мы хотим понять, что это число какое-то разумное. Мы хотим ограничить это число сверху. Мы хотим сказать, что каждый элемент будет покрыт с очень даже приличной вероятностью. Как мне перейти вот от этого к этому? У нас сумма всех АС должна быть равняемая единица. Ну, хотя бы единица, да. Хотя бы единица, да. Хотя бы единица. Что… Что мы любим? Значит, давайте… Предположим, что все АС-ки маленькие. На что похоже один минус АС? Чуть точнее. Единица – это хорошее приближение. А на что? Да. Да. Незумно. Незумно? Да. Значит, что мы хотим сказать? Что эта штука граничена сверху произведением по С… по С… такие, что Е плюс С… Е в степени минус АС. Просто потому, что один минус АС меньше, чем Е в степени минус АС. А это за что? Да. Соответственно. Вам можно было сказать, что у нас сумма множителей фиксирована. Какое минимальное произведение может быть? Максимальное, когда… Они все равны. Ну, здесь… Ну, здесь… Ну, да. Ну, какой максимальный объем пролепипеда? Да, да. Ну, да. Да. Максимальное, значит, они все по одной… вот и что он знает что мы взяли и покрыли примерно какую-то константную долю переменных что неплохо но и и нехорошо что нам делать дальше но мы не думаем нескоро совершать нам просто вот эту всю процедуру повторим много раз подряд то есть я на это звучит нелепо я вот я получил свое решение и один раз его просто один раз просэмплил в нолике единички я включил те множество которые выпали единичкой потом я просэмплил еще раз и снова включил те которые выпали единичкой а потом еще раз и еще раз вот сколько раз мне так сделать чтобы стало хорошо хорошо мне хочется сказать что с высокой вероятностью каждый элемент будет покрыт так потому что у это не идеальная оценка смотрите у нас кали множество значит у нас каждый каждый элемент е значит перевод мы его покрываем с вероятностью с вероятностью с вероятностью хотя бы один минус 1 минус 1 минус 1 так значит как а какой раз ожидаемый размер не покрытка количество непокрытых иксов после первой итерации ну то есть количество непокрытых иксов давайте вот изначально назовем его вот размер у нулевого это n вот у первого я оставляю только-только-только-только не покрытые элементы какого у него как экспектейшн это не покрытые это как раз таки и на я так ну хорошо а дальше ну да спектейшн и размера укатова будет n делить на и авкады ну и тогда чем возьмем к равная гэну плюс плюс c так то наш экспектейшн станет очень маленьким и на этом все если экспектейшн сильно меньше единицы то вы довольно часто 0 правда же задача округлей то есть задача прощить дробные ашки в целочисленные вот и и мы делаем много раз да и все то то мы повторим это логарифм раз и у нас получится что смейте что мы знаете про как на наше решение плохо вот значит сколько мы добавляем каждый раз элементов сколько множество мы берем каждый раз на каждой итерации мы каждое множество берем с вероятностью вот это число значит сколько мы возьмем в сумме экспектейшн и сумма ашек мы возьмем просто сумма ашек то есть сумма а это наша экспектейшн а что мы хотим сказать про сумму а она наша оптимальная покрыться значит вот эта задача она любое решение изначальной задачи очевидно было решением любой постановка иксов из ноликов и единичка все очевидно удовлетворяла этим условиям значит поскольку мы решили только расширяем множество решений зачем ними за но наша наша планка минизации падает поэтому есть решение релаксированная задача всегда лучше чем решение обычной задачи теперь мы в среднем будем добавлять примерно примерно добавлять в среднем сумму сумма всех ашек так а сумма всех ашек не больше чем оптимальное решение задачи сотковых и мы делаем так логарифм раз этого мы получаем что наш 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 алгоритм то есть мы выдаем значит наш komplett ощущение решение это построено оно будет меньше либо равно логен на опыт так что почему почему удалось нужно нужно лога интерации каждый раз мы добавляем опт у нас нет лучше оценки даже у нас на самом 2 2 ожидания но мы у нас это неплохо потому что мы обе вероятности можем довести до очень до 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 маленькой нас и это оптимальное решение если у нас есть какие-то hard на связал с которые показывают что это очень нельзя улучшить и что логарифм это правильный правильный фактор ну да в каких-то в каких-то предположениях которые мы считаем разумными нет нет алгоритма решает с отрывать от кого лучше чем лучше чем дологена нет 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 он не лучше а возможно там лучше здесь константность получается я думаю что получается лучше константы это посчитать там просто лрр мне кажется кистом ну ладно неважно Так, кто из вас владеет полуопределённым программированием? Ну хорошо, кто знает, что такое полуопределённое программирование, было бы странно, значит на самом деле давайте мы, ладно, я потом спрошу, хотим ли мы об этом говорить, полуопределённое программирование – это разумное обобщение линейного программирования. Значит, задача строится так, мы минимизируем… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, это почти линейное программирование. То есть теперь у нас вместо чисел у нас вектора. Круто, правда? Какая-то традиция, чтобы отличать вектора от коэффициентов, что мы у векторов ставим. Если работаешь с векторами, тебе время от времени хочется запрашивать их координаты. У нас есть вектора, которые лежат на какой-то янмерной сфере, и мы хотим минимизировать вот такое выражение. Какая-то векторов, это сфера янмерная или часть? Что? Еще раз, х первое, это число или это вектор? Это вектор, это вектор. То есть у нас векторов янмерная сфера янмерная. Янмерная сфера просто говорит, что они все, все, все... Просто янн объектов, написано слева, а потом янмерная сфера. Это... Каждый из них принадлежит... Это объект размерной сферы. Но если... То есть матрица получается на NN? Да. Да. Да, все так. То есть размерность и знаковая должна быть? Да. Почему это так? Потому что... Ну, значит, почему она начинается полуопределенным... Полуопределенным... Полуопределенным программированием. Потому что это же самое можно записать на языке матриц, и тогда мы будем минимизироваться по множеству полуопределенных матриц. Положительно полуопределенных матриц. Я не знаю все-таки. Оказывается. Вот. Вот. Но мне кажется, что если не вдаваться в детали, то это определение более интуитивно. Значит, почему эта задача вообще возникает? Как-то естественно. Если вы посмотрите на метод элипсоидов... Давайте вспомним, как выглядит метод элипсоидов для линейного программирования. Значит, давайте на секундочку отключимся от полуопределенного, вернемся к линейному. Значит, идея такая, чтобы у вас есть какой-то политоп, в котором вы хотите найти точку. Мы линейное программирование, где мы хотим что-то минимизировать, можем свести к задаче, правда ли, что политоп, заданный данной линейной программой, не пуст. Вот. А тогда что мы делаем? Мы находим огромную сферу, которую мы предполагаем, что содержит этот политоп, если он не пуст. Так. Дальше мы смотрим на центр этой сферы. На центр этой сферы мы пытаемся понять, находится ли он в этом политопе или нет, проверяя, удовлетворяет ли он всем условиям, которые у нас есть. Значит, если он находится вне, значит, существует конкретное условие, которым он не удовлетворяет. Вот здесь вот, например, он не удовлетворяет вот этому линейному условию. Согласны? Так вот, идея в том, что раз у нас есть условия, и мы знаем теперь, что весь политоп находится, с одной стороны мы сохраняем условие, что он находится внутри сферы, с другой стороны он должен быть обязательно слева от вот этой плоскости. Я просто найду эллипс, который содержит всю мою ту часть эллипсоида. Вот. Сферы. Сферы. Да, мы начали со сферы, а потом у нас будут постоянно эллипсоиды. Или мы можем делать преобразование пространства и работать со сферами, кому как больше нравится. Это не то и другое омерзительное. Вот. Но просто оно омерзительно в разных местах. На самом деле нет, сейчас есть хорошие, хорошие. Если открыть слайды 15-летней давности о эллипсоидах, это просто земля и небо. Это потрясающе, насколько люди научились его объяснять вменяемым языком. Но не я, поэтому. Так вот. И идея в том, что мы можем доказать, нам нужно доказать три факта. Во-первых, мы изначально можем найти сферу, которая содержит политоп, если он не пуст. Нам нужно доказать, что за каждым шагом этой процедуры объем эллипсоида сжимается на какую-то разумную величину. И третье, что если этот политоп не пуст, который мы ищем, то у него есть какой-то минимальный объем. И мы заканчиваем или когда центр нашего эллипсоида попал в политоп, или когда объем эллипсоида стал меньше, чем нижняя оценка на объем того политопа, который мы ищем. Вот это три факта. После того, как вы их доказали, это все немедленно работает. Что происходит, когда центр попадает? Если центр в политопе, значит политоп не пуст. А это все, что мы пытаемся проверить. Филипп стоит, получается, потому что мы слушаем круг, условно говоря. Да. Значит, на самом деле, давайте поймем, что это метод для решения ленинного программирования. Но на самом деле, чем мы здесь пользовались? Ясно сказал. Нет, мы здесь пользовались исключительно тем, что мы по точке можем найти доказательства того, что она не находится в нашем теле. Что есть вот это вот. Предположим, что у меня не было бы политоп, у меня была бы какая-то другая фиговина. Но так получилось, что я вот каждый раз спрашиваю гиперплоскость, какую-то магическую коробку, и мне каждый раз дают гиперплоскость, которая отделяет мой центр сферы от тела, которое я ищу. Меня это полностью устроило. То есть мне не важно, что я ищу до тех пор, пока я могу отделить его гиперплоскостью от меня. То есть, например, почему я ищу... Ну, это плохая фигура, но если я ищу выпуклую фигуру, мне совершенно не важно, что это политоп. Например, если я ищу сферу, то очень легко придумать алгоритм, который будет давать мне гиперплоскость, который отделяет меня от... ну, не сферу шар. Я ищу шар. Я пытаюсь доказать, что шар не пуст. Это тупая задача, но я могу и сформулировать. Я могу доказать, что шар не пуст, отделяя гиперплоскостью и запускаю тот же самый алгоритм. Так вот, к чему я это все рассказываю? Что тот же самый алгоритм работает в этом сеттинге. Там все становится немножко страннее, потому что мы переходим от мира, где наши точки – это вектора, к миру, где наши точки – это матрицы. И понятие, что такое гиперплоскость становится немножко менее вменяемым, но те же самые аргументы там работают. То есть вся идея в том, что для таких задач, сформулированных вот так вот, вы в некотором пространстве все еще можете придумать способ находить гиперплоскости, которые отделяют вашу точку от решения. Да? Поскольку у нас неравенство, у нас же достаточно по идее, чтобы точка центра попала, ну, хотя бы на границу. Да. Так, а почему это делается просто? Мы можем проецировать… Куда? Мы получили какую-то точку в центре. Мы знаем, какому конкретному неравенству оно не удовлетворяет. Да. Мы проецируем на лиге. Вот. Так. Многогранник по-прежнему находится внутри сферы. Центр попадает на границу. И все. У-у-у. Не-не, там что-то пойдет не так. Ну, на самом деле, просто есть такие методы. Есть такие методы, да? Нет, есть такие методы сейчас, но что-то… В центр попадает, что? Сейчас, сейчас, сейчас… Сейчас. Мы возьмем… У-у-у. У-у-у. Ну, это было несколько недоставляющих неравенств. Мы последовательно проецируем сначала на дно, потом уже получившуюся точку прицегаем дальше, на самом деле даже здесь царем что это просто скользится класс уже я никогда не слышу то что я говорю там алгоритм я полоски из чего горит надежного разделения мы его в общем то в тюре управления там достаточно старый результат и посетишь я я я я этого не к сожалению знаю я просто доверюсь тебе в этом вот я это очень далеко от моей тематики я узнаю примерно все что я рассказываю это поглощает весь мой объем знаний кроме еще двух статей про гладкий анализ симплекс методов которыми не упомяну ни слова и так к чему это все говорил что наша это фактически эта задача навеяна идеей что ее можно решать также как линейное программирование там есть целый набор разных задач которые напоминают линейное программирование и решается как линейное программирование просто чуть чуть более богатым набором набором условий вот это одна из них так 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 хоть применим и а единственное что мы не умеем решать эту задачу точно в отличие от линейного программирования может получиться что иначе нет решения у нее нет минимума нет смысле сейчас если я правильно помню можно построить можно построить конструкцию когда у у нее есть супремум у не зале что что . он который который является супремом на самом деле не достигается на этих условиях если я правильно все помню я перепроверю на этих случаях да итак как мы будем это использовать ну давайте решать знаменитую задачу max cut потому что куча задач у нас могли бы решать либо каллинг решать но будем решать max cut мы начали этот курс одним из первых линк который мы разбирали это минкат где мы искали минимальный разрез граф а теперь будем искать максимальный разрез граф как обычно это супер антополная задача все очень плохо не умеем решать будет придется приближать так дайте мне пожалуйста алгоритм который дает мне одну вторую приближение существует разрез размера к я хочу алгоритм который дает мне хотя бы к пополам знаешь что разрез графа это просто поделить под разрезом графа я имею ввиду чтобы мы поделили граф же на две части и сколько ребер проходит между частями вот мы хотим максимизировать это количество то есть мы уже знаем его минимизировать теперь мы хотим его максимизировать можно проще я хочу одну вторую приближение соберитесь конец дня соберитесь последний 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 бой давайте я упрощу вам жизнь нужно терминер нет но я хочу дать обращаем это сейчас я хочу сейчас если пусть да да просто да просто разделим все вершины две части случайно а сколько ребер мы мат ожиданий будет между ними половина от всех каждое ребро пойдет в разрез верностью 1 2 правильно но разрез очевидно не больше чем количество ребер графа значит это 1 2 приближение давайте это немножко улучшим размер максимального разреза да 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 но в данном случае мы используем его максимально тупо мы просто скажем что к очевидно не больше чем количество ребер граф то есть нас бы устроила какая-то другая аргументация но в данном случае мы используем его так максимально тупо давайте ее улучшать после этого можно перекидывать решение да там есть такие прикольные эвристики а на них к сожалению очень сложно строить какие-то гарантированные оценки то есть это звучит довольно безумно то есть в смысле что понятно что если у вас в разрезе все ребра то у вас граф двудольный найти разрез очень просто поэтому интуитивно кажется что можно было бы как-то так элегантно оценить что типа или в графе если в графе там разрез то есть мы можем взять половину ребра если в графе почти двудольный то наверное могли бы найти разрез побольше то все это почему-то не работает так запросто возможно есть какие-то алгоритмы на этом основаны но пока я не видел простых алгоритмов на этом основанных на на идее что можно как-то поиграться с балансом k и количество ребер давайте полупреремное программирование для начала мы сформулируем как обычно нашу задачу в терминах интеджер линия программинга значит max cut от g как вам такое все согласны что это макс кат значит смотрите x и т равно единице если оно в одной доле и минус единица если оно в другой доле то эта штука становится нулем а если они в разных долях то эта штука становится единичкой и слагаем в трюбе до вкладываем и того и того вот вот при фиксировании подстановки иксов и иксов эта штука считает размер разрезов ну как бы вообще зафили зашибись мы показали квадратичное целочисленное программирование Вот только этого не хватало. К счастью, мы только что смотрели на задачу с очень-очень похожей формулировкой. Как нам повезло, что они находятся на соседних досках. Что же мы сделаем здесь? Что нам напоминает чисто минус 1,1? Ну, минус 1,1 это одномерная сфера. Правильно? Зачем нам одномерная сфера? Зачем нам одномерная сфера, когда в мире есть n-мерная сфера? Что может быть лучше, чем хорошая n-мерная сфера? Заодно перенесем индексы номера. Итак, давайте решим эту задачу. Получилось какое-то полупримерное программирование. Давайте мы решим его и получим наборы значений, соответственно, v1, vn, которые лежат на сфере. Итак, что мне с ними делать? Раньше у нас было предположение, что мы получали числа от 0 до 1, и они офигенно вкладывались в понятие вероятности. А что делать с нмерными векторами на сфере? Как мне транслитерировать это? Вы считаете их нормой? Они уже отнормированы. Они уже отнормированы, они все на сфере. Мне нужно посмотреть вектору в глаза и понять, вот v1 означает, что мне вершину отнести в левую долю или в правую долю? Как мне с этим быть? То есть у меня есть набор векторов, мне нужно как-то вычленить из них разбиение. Да, как мы ее разделим? Да, мы проведем случайную гиперплоскость, которая разрубит сферу напополам. Круто, правда? И это разделит наши вектора на две части. На левые и правые. Итак, теперь осталась только маленькая проблема, нужно это оценить как-то. То есть мы получили какой-то алгоритм. Он работает. Вопрос, что он дает. Да. Значит, давайте посмотрим на пару векторов. Да? Да, через центр сфера, конечно. Не, иначе будет странненько. Значит, давайте посмотрим на пару векторов В1, ну там В, И, В, Ж. Какой шанс, что они окажутся по разные стороны? Как мне понять? Как, что, 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 что вот, что вот с ними? Ну, если мы считаем, что для каждой вероятности оказаться в каждой полусферах одна-вторая? Ну, смотри, если они совпадают, то они всегда будут в одной полусфере. В одной очереди. Это должно зависеть от их угла между ними. Ну, посчитаем угол. Нормировали его, и получится, что это вероятность. Потому что мы попали, плоскость попала между ними. Ну, между ними. Мы предполагаем, что наша плоскость не пересекла ни один вектор. Если вдруг это случилось, выберите другую плоскость. Это значит, что так, в этом случае, что мы можем посмотреть В1, В2, но это какие-то два вектора. Вместе с центром сферы они порождают плоскость. Так. Эту плоскость, наша режущая плоскость пересекла. Так. Значит, она прошла, и она проходит через центр. То есть она прошла какой-то линией. Давайте другим цветом. Нужно где-то более агрессивный цвет. Красный, самый красный. Наша рубящая плоскость как-то вот так вот это все разрубила. Это значит, что чем ближе были наши вектора по углу, тем меньше шансов, что она прошла между ними. Согласны? То есть это значит, что вероятность того, что В1... И значит, что мы вот нашей рубящей плоскостью превратили В1 в А1 тратата АН, и вероятность того, что... в минус... Ну, да, и это числа из минус 1, 1. Так. И тогда вероятность того, что А и Т на АЖТ будет равно минус 1, равна углу между этими чуваками, деленными на Пи. А теперь я хочу это выразить в терминах экскалярного произведения. А ты опоздал уже? Арк косинус. А? Арк косинус. Арк косинус. Арк косинус – это правильно. Арк косинус. 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 согласно дальше мы делаем колдовской трюк а именно я достаю из широких штанин феноменальную константу равную примерно 0 87 берем константу бета примерно 0 87 такую что для любого т из от минус пи пополам когда пи пополам арк косинус t больше либо равен бета на 1 минус ну да не очень изумительно что константа существует надо же вот перед верите класс что мы получаем здесь тогда эта штука у нас равна давайте я сотрудничаю я мог ошибиться возможно не она равна 0 87 в конце получится возможно это будет не она какая-то какая-то константа какая-то константа я хочу сказать что здесь что здесь больше либо равно чем один минус чтобы они на своего вы и на вы же на это согласно на что это похоже теперь да так то есть но эта штука у нас очень если просуммировать ее по всем по всем и иже так сумма таких штук тогда то есть вероятность того что у нас а это же это равно идти минус единицы этот у нас транслируется в носик беда на другую доску и сменю марки суммировать умножить на один и будет от ожидания да все так так то есть мы берем тогда утверждаю что expectation да expectation размера нашего ката правильно будет сумме по всем иже будет больше либо равен сумму по всем иже бета делить на пи на один минус в и но вы же здесь индексы тоже должна быть все равно конечно раз уж мы были следили за этим какое-то время ухты ну хорошо а это число у нас больше равно чему это у нас больше чем что что это такое ну то есть это решение моей и релаксированной задачи осталось помнить про что то что то что то что мы релаксировали его мерную сферу это это все еще релаксация мы начинали с одномерной сферы то есть теперь все исходные точки они они все еще все еще при при могли бы быть могли бы участвовать то есть поэтому это значит 2 2 бета делить на пи и вот эта константа уже равна 087 я все время забываю какая из них ну и на этой радостной ноте друзья мы заканчиваем сегодняшний курс да ну да 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 да